Чемпионат Республики Беларусь, который не так давно состоялся в Бресте, собрал под свои знамена всех сильнейших белорусских грибцов академического стиля. И пусть отбор на взрослый чемпионат мира уже состоялся ранее на люцернской регате, можно было отвоевать право старта на чемпионате Европы среди молодежи, что наши земляки и сделали с большим удовольствием. С 9 по 12 августа проходил Бресте чемпионат страны. Немножко спутали карты наши мозорские спортсмены. Это касается в частности Кулик, Владимир и Тиханович Кирилл. Вчерашние юниоры объехали команду, которая является у нас молодежной, 23 года до 23 лет. Объехали уверенно и в двойке, и в четверке. Поэтому, скорее всего, в этом составе они будут выступать на чемпионате Европы до 23 лет в Польше. Что касается оставшихся, ну, кстати, опять же, учащихся училища Олимпийского резерва, я вышеназванных назвал, Лебедева Вероника уже в течение 4 лет является и победителем и Кубка, и чемпионата. Но только в этом году наше руководство соизволило дать согласие на ее участие в Европе 23 года. В этом году будет этот чемпионат Европы проходить впервые. Ну и решили сделать состав максимально полным. Подготовку грибцов молодежного и юниорского возраста мы снимали и показывали совсем недавно. Эти кадры на ваших экранах. А вообще, как считает Гарри Михайлович, достойно ли выступили наши грибцы на чемпионате страны? Весь ли потенциал свой они реализовали? В принципе, ну, детки проехали. Ну, с детками назвать нельзя. Молодежь проехала достойно. Те, кто должны были проявить себя, проявили. Лидеры остались лидером. Единственное, что Щербачини на этом чемпионате проехал вторым. По-моему, это задумка тренера, чтобы он пока не спешил, так как чемпионат мира у нас будет проходить в Америке, в нашем виде спорта. Ну и время позволяет им реализовать себя за оставше все время. Станислав Щербачини, судя по гонкам этого сезона, лучший белорусский гребец академического стиля. И вместе со своим тренером Валерием Александровичем Выровичем он подготовится к чемпионату мира в США. И выступит достойно, как мы уже знаем, на молодежном чемпионате Европы. Выступят Владимир Кулик, Кирилл Тиханович и Вероника Лебедева. И это, безусловно, успех. Мозорская академическая гребля. А вот когда белорусская гребля вернется на вансцену мирового спорта и вновь будет завоевывать медали Олимпийских игр, как это было еще несколько лет назад. Во взрослом виде спорта конкуренция намного серьезнее и для этого подготовка должна быть тоже намного серьезнее. В нашем виде спорта, наверное, недостаточно тех средств и методов достижения результата, поэтому мы отстаем. Мы пока работаем, если сравнивать со всеми, не в каменном веке, но в средние века. Недостаточно научной базы и научного сопровождения. Здесь же идет разговор не только о тренировке, а о восстановлении гребца и дать им возможность остаться в силе до самого старта. Все идет пока по наитию и по чувствам тренера. Ну, хотя ребята достойные и выглядят они неплохо. Но эти моменты недостаточны. Ну что же, пожелаем поднимать славу белорусской академической гребли и тем мазырианам и воспитанникам полейского спорта, которые поднимались на педестал почета в Бресте. Это помимо высшеназных гребцов Дмитрий Фурман, Игорь Пашевич, Инна Никулина, Дмитрий Соколов, Мария Доматович, Викторий Журавлевич и Маргарита Николаевичек. Тренеры, готовившие медалистов чемпионата Валерий Вырович, Виталий Белый, Виктор Гордион, Аканна Еремич, Игорь Евгений, Телепон.